Надо понимать, что, конечно, русские, русский народ, в массе своей является большими националистами и русскими шовинистами и нацистами. В массе своей. Мы русские, с нами Бог. Ты знаешь, я аж не знал этого. Опять-таки, первый мне об этом сказал в 2000 году за неделю до смерти сын Лаврентия Павловича Берии, Сергу Берия, который из Москвы после убийства его отца был выслан в Екатеринбург, ну тогда Свердловск. А из Свердловска уже он с мамой, он ракетчик был, пользуясь связями с Борисом Патоном, он попросился в Киев, его перевели в Киеве, он был директором крупного предприятия в Киеве под другой фамилией Гегич Кори. Это девичья фамилия его мамы. И вот мне Сергей Лаврентиевич говорит, вот говорят бандеровцы, говорят украинский национализм. Какой украинский национализм? Вы не представляете, какие русские националисты? Я говорю, да ладно. Да мы что, говорит? Вы не представляете, какие они нацики, говорит. Вот это первый, кто мне рассказал в 2000 году. Был Сергой Берия, за неделю, повторяю, до его смерти. Значит, смотри, что получается. Всколыхнулась массовая ненависть к таджикам в России среди русских. Массовая ненависть к мусульманам. Массовая ненависть к приезжим. Но таджики боятся выйти на улицу. А в России несколько миллионов таджиков. И теперь смотри, важный момент. В Москве особенно, Дима, надо сказать. Можли, Москва. Вот я к Москве иду. В Москве порядка 12 миллионов жителей, это официально. Говорят, около 18, порядка 18 миллионов живет в Москве. Из них больше миллиона, а дальше уже никто не считал, приезжих мусульман. Ты представляешь, соотношение какое? Когда они идут, мусульмане, в мечеть центральную, русские нос они кажут на улицу, боятся. Выйти боятся. И вот теперь все эти мусульмане, и не только эти, увидели, как русские пытают их собратьев. Увидели, какой звериный вой нацистский поднялся в русских пабликах, и вообще, как русские проявились сейчас. Выгнать всех таджиков, выгнать там всех узбеков, выгнать всех чеченцев, всех выгнать. Но если их всех выгонят, а многие сейчас сами уедут, в российской экономике наступит жопа, потому что русские же работать не умеют и не хотят. Они пьют. А те же таджики, они работают. Дворники таджики, в строительстве таджики, врачи уже таджики, везде таджики. Наша Раша, помнишь тогда еще, они же снимали эти фильмы, собственно говоря, на реальных событиях. А сейчас там высмеивается, как типа такой китч. Олеся, в Москве, в целом ряде районов, компактные поселения таджиков. У них свои поликлиники, свои больницы даже есть. У них своя внутренняя безопасность. Во многих школах, в классах большинство составляют таджикские дети. Я так понимаю, что среди домашнего персонала очень богатых москвичей... Да, русские в меньшинстве. То есть, если сегодня русские замахнутся на таджиков и выгонят их, а некому будет работать. Работать будет некому. Сегодня, конечно, таджикская диаспора... Слушай, опять-таки, те, кто совершили теракт, подонки. Но нельзя обвинять народы. Таджики – древнейший народ с богатейшей историей. Это труженики, это вообще философы. Но русские им что? Сначала они гонения на чеченцев в ингушей устраивали. Им же всё равно. Потом, кто ещё у них был? Потом грузины. А с грузинами что они творили? Когда в 2008 году война с Грузией была. Потом у них кто был ещё? Ну, сейчас таджики. Ну, украинцы, понятное дело. А что, белорусов они не гнобили? А что, они Лукашенко того же не гнобили на всех каналах, когда он что-то кочевряжился? Ну, это русские такие. Не все. Весь народ не обвиняю. Ни в коем случае. Теперь смотри. Значит, Путин загнал себя в ловушку. Он заявляет, он намекает прозрачно на то, что Украина стоит за терактом. Крокусе. Ну, это такая тупость уже откровенная. Украина будет готовить ИГИЛу что, бойцов? Да ИГИЛ сам приготовит кому угодно. Там знаешь, какая организация у них? Дальше. Патрушев заявляет, Бортников. Ну, у них заказ. Понятно. Им надо притянуть за уши непритягиваемые. Но им британцы сказали, не дай бог. Им американцы сказали, не дай бог. Ну, посмотрим. Посмотрим. В любом случае, за терактом в Крокусе стоит ИГИЛ. Однозначно. Но, будучи предупрежденными американцами и британцами, Путин и ГОП-компания решили использовать нападение ИГИЛа в своих целях. Вот моя версия, в которой я уверен. ИГИЛ и Путин. Да. Повеселю сейчас и тебя, и наших зрителей. После твоего спецстрима, который как раз по теракту в Крокусе мы проводили в пятницу вечером во время всех этих событий, по горячим следам. Стрим действительно прошел супер успешно. В онлайне его смотрело 75 на пике тысяч зрителей. 73. 75 я проверила. Да. Мы пропустили, там 75 было с копейками. Так что даже лучше, чем то, что мы видели. Да, с копейками. Сейчас ближе к телу и к делу. Набрал он на двух каналах уже около трех миллионов этот стрим. И несколько дней этот стрим был в топе трендов Ютуба. Не только Украины. Бил в Беларуси он тоже был. Но он около трех миллионов набрал, не считая фрагментов. Если с фрагментами, миллионов шесть. Да, ну я имею в виду два полных там, два двадцать около того, да, было. Вот, собственно говоря, в выпуске набрали около трех миллионов этот полный выпуск. И он, что самое важное, он был в трендах несколько дней, в топе трендов нашего. Он до сих пор у нас в Украине в тренде. Да, но в России. Почему я говорю, что это важно? Потому что, ну, важно для россиян понимать, что убивает их, их лично уже в Москве, как собак расстреливают, лично власть Путина. И ФСБ за этим стоит. И это они приводят к тому, что не только украинцы выйдут убивать. А как же это все происходит у них по безопасности? Что их власть, за которую они сейчас, большинство из них пошли и проголосовали, вот проголосовали они за собственное, выстрелили, считай себе, в висок, причем, когда еще и горло дорезают. Может, все видели эти кадры, да, что террористы. Они кого-то просто убивали, а кого-то потом дорезали, просто горло перерезая, когда люди еще живые, лежали в конвульсии. Ужасно. И это москвичи, это москвичи пришло к москвичам, которые проголосовали за власть, которая вот этим, собственно говоря, и занимается. И, конечно, этот стрим был очень важен, потому что на нем озвучивались факты, потому что в нем участвовало реально несколько людей, которые понимают, о чем они говорят. Они говорили фактажно, предметно, на инсайдах, с аналитикой. Ну, давай скажем тогда, кто участвовал в этом стриме. Значит, мы пригласили Марка Фегина, Владимира Осечкина, Цезаря, это Легион Свобода России, руководитель Вадима Юсова, специальный представитель ГУРа Украины, Роман Доброхотов, это инсайдер из Дании, да, и Савик Шустер, я всех назвал вроде, да? Да, да, да. То есть вы понимаете, что компания была действительно и не только интересная, суперкомпетентная, и, конечно же, каждый рассказал важнейшие вещи. И мы понимаем, что мы сделали это не зря, и мы, если честно, очень довольны, потому что мы видим, что среди благодарных зрителей в этом стриме оказались еще и российский МИД, который не выдержал в лице Захаровой, которая накатала пост об этом твоем стриме. Я хочу даже скрины сейчас показать, чтобы мы вывели на экран. И Соловьев, который с радостью этот ее пост расшарил у себя в Телеграме. То есть подгорело страшно, видно было, что больно, понимают, что мы попали в самую точку. Машка назвала тебя, как это, тебя организатора ОПГ, как они там, террористическая организатора, киевская пропагандистская ОПГ. Вчера вела прямую трансляцию, в то время как в Крокус-Сити-Холле убивали людей, те, кто потом метнулся к границе с Украиной. Эти информационные террористы злорадствовали и разрыгали человеческо-ненавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта Россию. Да что вы говорите, и что там ее руководство. Короче. Жоба Машки подгорела, но она нас не задела. Короче говоря, там много всего она про каждого написала, бедная ее сильно корчила. Но самое интересное, эта Машка, не знаю, там с Бадуна она была, или сама, ну я бы сама писала пост, потому что хотя бы помощники у нее, может, покомпетентнее были, но не знаю, как ей разрешают, дают доступ к соцсетям и постить все. Назвала она вас «Бесславные ублюдки». И даже, то есть ты понимаешь, насколько, ну… А мы славные ублюдки. Какими словами назвать? То есть она, называя, не понимает, о чем она говорит. То есть она не понимает, что «Бесславные ублюдки» – это ведь фильм Тарантино, который рассказывает о спецотряде, спецгруппе людей, которые, задачей которых было находить и уничтожать гитлеровских нацистов, бороться с ними, жестоко уничтожать, жестоко расправляясь для того, чтобы это устрашало всю остальную гитлеровскую армию. И в этом плане, ну как бы, да, она права в том… Она права в той теме, что действительно сейчас Украина, и мы в том числе, мы вынуждены бороться с русскими нацистами. Но этот пост перепечатал еще один идиот Соловьев. Слушай, он плохо выглядит, ты знаешь, ты помнишь, он жиропой был такой, у него такие щеки были, ходил в френчах, которые на нем трещали по швам, и не только по швам, а сейчас ввалились щеки в пали, френчи стали узкими, рожа искривилась, и очень он мне не нравится, чувствую, плохо болеет. Может, не доедает просто? Да нет, думаю, болен, и скоро кони двинет. Пожелаем ему этого, друзья. Итак, пришла пора посмотреть… А что он думает, кармически столько людей желает ему сдохнуть? Конечно, а куда открутиться от этого? Как? Придется сдыхать. Порчу на него навели уже сколько раз? Сколько миллионов раз фотографии Путина, Соловьёва, Шойгу протыкали иголками, сколько раз ритуально сжигали, сколько раз куклы Вуду делали на них. Это ж миллионы раз. А энергия, она материальна, и в результате вся эта порча приведёт их туда, куда и было задумано. Ну, ждём, ждём уже. И дождёмся. Шампанское в холодильнике готово. Друзья, давайте посмотрим, как вы проголосовали и что вы наголосовали. Опрос в нашем телеграм-канале. Так, напоминаю, СМИ назвали сценарии введения французских войск… А можно убрать вот эту штучку внизу, чтобы она не подсвечивала? Сценарии введения французских войск в Украину. Ну, какой из них кажется вам наиболее вероятным? Так, на первом месте 34% считают, что никакой из них невероятный. Не верят вообще в любую историю с присутствием. Значит, на втором месте 26% считают, что Франция тренирует войска в Украине и участвует в разминировании. Следующие 16% выбрали вариант французские войска создают буферные защитные зоны, чтобы помочь украинским войскам. Потом 9% боевые подразделения Франции присоединяются к украинским войскам и полноценно участвуют в войне. Это 9% таких настоящих оптимистов у нас. 8% Франция строит оружейные заводы в Украине. 7% Франция сосредотачивается на защите Одессы. А что бы ты сказал? А что бы я сказал, то я скажу. Мое мнение. Если ситуация в Украине будет ухудшаться, не дай бог, войска Британии и Франции войдут на территорию Украины по взаимной договоренности с властями Украины. Войдут в достаточно большом количестве и займут пространство границы Украины с Белоруссией. Войска Украины, которые стоят на границе и прикрывают границу с Белоруссией, будут освобождены для наступления на юг. Потому что мы же понимаем, что наша цель – Крым. Первая цель, главная цель. Для этого надо пройти Запорожскую область, Херсонскую немножко. Мы же видим, что происходит в Крыму. Мы же видим, что происходит с кораблями Черноморского флота. Мы же понимаем, что это все не просто так. Черноморский флот близится к полному уничтожению. Кто еще не знает, так я вам рассказываю. Я думаю, что уже процентов 35-37 флота уничтожено. Осталось совсем немного. И учитывая то, что у нас есть, то, что мы имеем, это будет сделано в довольно кратчайшие сроки. Поэтому первый шаг к уничтожению группировки в Крыму и к пресечению логистических потоков для обслуживания группировки в Запорожской области, в Херсонской, это уничтожение Черноморского флота, уничтожение военных баз на территории Крыма и уничтожение Крымского моста. Вот поржом. Все, что я описал, это все будет. Прекрасно. Друзья, друзья, я хочу сказать всем, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал Дмитрий Гордон. Я смотрю вам в глаза и утверждаю, это лучший телеграм-канал Украины. Что подтверждает подписка? Это самый быстро растущий телеграм-канал сегодня украинский. Это самые свежие, моментальные новости отовсюду. Это трезвый анализ, это эксклюзив. Я работаю лично над телеграм-каналом, у него огромное будущее. Поддержите меня, пожалуйста. Подпишитесь на телеграм-канал мой и Дмитрий Гордон он называется. И поверьте мне, кто подпишется, перестанет читать уже другие телеграм-каналы. Они просто, честно, при всем уважении к коллегам, они намного менее интересны, чем наши.